Так это полимерный металл. Что ж, выбьем клин клином. Роза, я иду. Всем привет, дорогие друзья, с вами Санёк, мы с вами в игре Resident Evil Village, и сегодня наше видео посвящено битве с боссом под названием Гейзенберг. Как по мне, дорогие друзья, так это самый лёгкий босс в этой игре, который только мне встречался. Не знаю почему, даже с куклами мне было сложнее. А здесь, ну, всё как-то совсем просто, ну, потому что нам преподносили Гейзенберга этого в течение всей игры, как будто это какой-то сверхчеловек. Ну, какой-то, я не знаю, магнета из людей Икс, который может в мгновение ока по щелчку пальцев просто вас уничтожить. Ну, вы сами знаете, о чём я говорю. Ну, а так как Гейзенберг может управлять магнитными полями, разработчики всё-таки решили, что надо как-то сделать так, чтобы вроде как бы игрок мог что-то противопоставить Гейзенбергу, и нам дают вот такой вот танк из полимерного металла, которым не может управлять Гейзенберг. Ну, и помимо всего прочего, Гейзенберга превращают в здоровенного вот такого вот монстра. Если бы он был в человеческой оболочке, как говорится, было бы интереснее. Ну, и было бы, наверное, сложнее. Я думаю, бы просто он этот полимерный металл закидал бы другим металлом. А тут его сделали здоровым, менее поворотливым, и у нас есть возможность передвигаться на этом танке, стрелять из пулемёта, стрелять из базуки и резать пилой слабые точки противника. Ну, а слабые точки на теле Гейзенберга отмечены красным цветом. И нам нужно просто по ним стрелять, пока у нас пулемёт не перегреется и базука не перезарядится. Ну, вот, в принципе, и всё. Если он вас атакует в ближнем бою, нажимайте пробел. Ну, если вы играете на ПК, и ставьте блок вот этой самой бензопилой. Ну, хотите, режьте его, но я бы не советовал. В основном, да, ну, можно использовать как блок. Ну, и продолжаем стрелять. Здесь как бы тактика одна, ребята. Поэтому я и говорю, что этот босс, в принципе, для меня был скушен. Скушен и, наверное, как-то, ну, совсем лёгкий. Потому что у нас есть все возможности для его быстрого уничтожения. Да, будет какой-то момент, когда он меня там чуть ли не убьёт, но это как бы ерунда всё равно. Но согласитесь, что битва с большими боссами всегда в разы легче, чем с боссами меньших размеров. Нет, ну, бывают исключения, конечно, соглашусь. Но вот именно если брать по серии Resident Evil, то, конечно же, с мелкими намного всё сложнее. Как и говорил, когда начинается ближняя атака боссам, ставьте блок бензопилой. И продолжаем просто тупо стрелять по вот этим красным точкам. Стреляем, отстреливаем ему конечности, которые он потом восстанавливает. Бьём прямо в морду. Противнику становится больно. Так, ждём, пока перезаряется базука. Как она только перезаряжается, сразу опять бьём в красные точки. Ну и так до победного. Залетает на нас он с разгона, наносит урон. Да, стало плохо, но ничего страшного, терпимо. Откидываем его от себя. Точным выстрелом из базуки и продолжаем дальше настреливать. Главное здесь точность и всё у вас получится. Спокойно можно победить этого босса с первого раза. Не особо парись. Вот тут ему поплохело. Сейчас, смотрите-ка, он еле-еле передвигается. Явно что-то задумал. Кидаем ещё одну базуку. Добиваем противника. Нет, явно что-то он там измыслил, ребят. Что-то думает. Ага, давайте смотреть. Ползёт куда-то. Так, 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 стреляю по нему. Начинается что-то невероятное. И он создаёт вот такой вот шторм магнетический. И нас туда просто затягивает. Затягивает, мы улетаем наверх. Сейчас он говорит, я тебя убью. Продолжаем стрелять. Стреляем ему в морду, пока он нас не отпустит. Не прекращайте стрелять. Как только он нас поднимет. Делаем выстрел с базуки. Падаем. Вылетаем с нашего танка. И вот тут вот, конечно же, нам придётся побегать на своих двоих. Чуть не распилил нас пилой. Отвлекается на взорвавшийся завод. Страдает, что его роботы погибают. Уничтожены и так далее. Мы немножко отходим назад. И продолжаем бегать уже без полимерного танка. Но у нас есть оружие. И почему-то Гейзенберг в этой вот самой оболочке, когда он может, в принципе, да, управлять металлом, не отнимает у нас наше оружие. Почему он его не присосал к себе, не прикрепил, это непонятно. Оружие вроде у нас не полимерное. Ну, вроде так. Ну, я могу ошибаться. Может быть, всё время мы бегали с полимерным оружием. Кто же его знает. Ну, в общем, беру гранатомёт. И уже из гранатомёта на что ещё можно ему противопоставить? Не из пистолета же пока по нему стрелять, когда есть гранатомёт. Начинаю закидывать его гранатомётом. Нам нужно просто продержаться. Нанести какой-то ему урон. Стреляем желательно в башку. Да, лучше в башку, наверное, да? Самое оптимальное место. Он что-то там нудит, рассказывает нам, что какие мы плохие, что он нас убьёт. Но это наплевать. Всё, отлично. Последний удар нанесён практически. И нам осталось его просто добить. Добираем его с помощью... Да, можно просто винтовку взять и, в принципе, спокойно в него пострелять. Но он куда-то пополз. Возможно, подыхает где-то в поле. Разворачивается. О-о-о, понятно. Сейчас нас опять засасывает в эту круговерть. Он создаёт ещё одну воронку. И вот тут вот уже, пиши, пропало. У нас оружия нету, танка нету. Чё делать? Поднимаемся наверх. Тут этот поломанный Гейзенберг. Уже непонятно, где у него морда. Раньше она представляла собой хоть что-то. Сейчас вообще ничего не представляет. И тут летает танк. Ну, конечно же. Хватаемся за танк. Хватаемся за танк. Сейчас садимся. Так. И, конечно же, просто стреляем из базуки вот в этот большой вентилятор. И это уже финишный выстрел, ребят. И Гейзенберг повержен. Ребят, если вам видос понравился, не забывайте прожимать лайк. Если кому интересно, подписывайтесь на канал. Ну, а Гейзенберг у нас отправляется в ад. Опять же, повторюсь, это довольно-таки легкий босс. Я надеюсь, вы его пройдете с первого раза. Ну, а с вами был Санек. Всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok